Все ее куклы исправно делали домашнее задание, сидели за партами и отвечали у доски. Сегодня количество реальных учеников унес честь. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Нина Семеновна Анциберва. Нина Семеновна Я играла в куклы в школу. И, наверное, как и люди говорят, что мне это дано Богом. На ее памяти хватает и отличников, и что греха таить лоботрясов. Но врожденная деликатность и любовь к своей профессии до сих пор не позволяют Нине Семеновне без фантазии подходить к своей работе. Я стараюсь все свои возможности исчерпать для того, чтобы поднять, прежде всего, ребенка в своих собственных глазах и в глазах его класса. Она из поколения наставников старой закалки, для которых ничего не стоило остаться после занятий или прийти к нулевому уроку. Не все современные дети знают, что это такое. Я помню, как я ходила домой к ученику до уроков. Они учились этот класс во вторую смену. Там эти собаки лают на телецентре, домики маленькие. И как-то не очень уютно себя чувствуешь. Но, тем не менее, мне хотелось ему помочь. В Советском Союзе нередко историю краили на свой лад, а любовь к иностранным языкам в моду еще не вошла, тем более к французскому. В ее арсенале не было ни интерактивных досок, ни интернета. Хватало всего двух главных принципов, которыми она руководствуется до сих пор. Если можешь, помоги и ни дня без книги. Я все курсы посещаю, которые организовываю внутри школы для наших учителей. И я сама в первых рядах. Жизнь распорядилась так, что папа Нина Анциперова Семен Иванович Бутенин вписал немало славных страниц в один из ее любимых школьных предметов – историю. Беру в руки фотографию и особые чувства, конечно, у меня возникают. Я никогда не слышала, чтобы он грубо разговаривал с детьми. Спустя десятки лет в новых учебниках истории подробно напишут, как в 42-м под Смоленском Семен Бутенин отважно сражался за еще одну деревушку. Как с грохотом и лязгом карабкался устаревший танк на вражеские пушки под управлением израненного советского солдата. И как разбегались во все стороны от него немцы. Башню того самого Т-26 нашли московские следопыты и установили ее на постаменте во дворе своей школы. Мне запомнился тот возглас, которым он встречал каждого входящего в наш дом. Это была какая-то непомерная радость. Это было такое радушие, которое ощущали все, поэтому к нам любили ходить. В Рязань Семена Бутенина привел гражданский долг. Именно в армию он получил специальность танкиста-механика. А потом встретил маму Нины Семеновны и, как положено, бросил ее руки у бабушки Марфы. Бабушка в это время воспитывала семерых детей. Некоторые были старше мамы, конечно. И она сказала, что у меня нет приданного, что я не готова выдать за тебя Екатерину. А он сказал, в чем вижу, в том и беру. И, как после говорила мама, у нас была комсомольская свадьба. Они только построили дом и расплатились с долгами, как началась война. Двое старших братьев Нины Анцыперовой не пережили эти годы. Это было трудное время, но в их семье свято берегли все хорошее. В миру шутили, пели и даже танцевали. Боли многое дала мне в жизни. Она была маленькая, ладненькая вся, друженица большая. Семилетняя Нина была самой маленькой ученицей в классе. Тогда в начальной школе девочки обучались отдельно от мальчиков. А сама школа напоминала больше деревянный терем. Там было очень уютно. Она была деревянная, как сказочный теремок. Небольшая. Самая маленькая – это я. А это вот та самая школа, которая... А это тот самый теремочек. Вот во дворе этой школы мы фотографировались. Я была влюблена в красавицу Нину Дмитриевну, которая вела у нас французский язык. Кстати, на практике по-французскому. Я сейчас не помню ее имя. Но была студентка, которая дублировала, она увлекалась парашютным спортом, дублировала Валентина Терешкова. Возможно, в этом и секрет. В годы ее учебы образование не воспринимали как необходимую кабалу. Это считалось благом. А милые указки в провинциях не чурались даже самые видные деятели. Рязанская школа была последней, в которой работал учителем Александр Солженицын. Именно с его легкой руки она начала понимать физику. Я выучивала урок, отвечала. И мне ставили заслуженную пятерку. А вот здесь произошло какое-то озарение на его уроках. И я начала физику чувствовать. Человек-слово, человек-дело. Вы знаете, он всегда по коридору ходил, или чаще всего, в черном халате, в котором обычно бывают лаборанты физического кабинета. Им было стыдно не знать домашнее задание или забыть формулу. Однажды, вспоминает Нина Семеновна, Солженицын попросил продолжить урок физики на 10 минут. Он не потратил ни минуты больше. А в следующий раз вернул этот маленький долг своим ученикам. В этот день был по телевизору концерт Магомаева, который только что вернулся из Италии. И мы были ему так благодарны за эти 10 минут. Сегодня Нина Анциперова один из сильнейших преподавателей. Но до сих пор она готовится к урокам с трепетом ученицы. И иногда с улыбкой вспоминает свой дебют. Я так к нему готовилась. Я все выучила наизусть. И когда я провела этот урок, я разрыдалась. Мне казалось, что я его провалила. Судьба или нет, но каждый раз, когда ей предлагали уйти из школы в вуз или продвигали по партийной линии, ее тянуло в длинные школьные коридоры с шумной детворой, ровным рядам парт и глазам детей. Она живет школой с самого студенчества. Принимала экзамен в 41-й школе, а на следующий день шла сдавать свой. Ее близкие давно привыкли к бесконечным школьным тетрадкам, переживаниям за выпускников, поиску новых методик и прочим учительским заботам. С недавних пор они с мужем осваивают новую семейную терапию, чтобы от всего этого отвлекаться – танцы. Через три года их нежному вальсу будет ровно 50 лет. А началось все с лишнего билетика на концерт во дворец молодежи. Это было 26 марта, гололед, и автобус задерживался с актерами. И чтобы публика не волновалась и не разошлась, нам устроили танцы. И вот я стояла с подружкой, и вдруг поднимается по лестнице Саша. И вот сразу наши взгляды с ним встретились. Он терпеливо делал предложение несколько раз, штурмуя ее главный принцип – сначала образование, потом свадьба. На третьем курсе Нина сдалась. А в апреле, 22 апреля, как один родственник писал, в этот день родился Ленин Анцеперов Илья. У нас на свет появился наш Илюша. Все эти годы ей удавалось с особой элегантностью внедрять в школу новые веяния и эксперименты, находиться учениками взаимопонимания, как говорит она сама, на уровне биополя. Вдруг открытие сделала, что, оказывается, учителя нашей школы самые красивые. И вот, понимаете, с этим чувством, наверное, я так и иду. Оказывается, теперь при оценке преподавателей вузов есть такой показатель, сколько фрагментов его работ цитируется в других публикациях. Нина Семеновна и здесь в числе лидеров. Она привыкла работать на пятерке. Если диссертация, значит книга. Ее методика преподавания и руководство школы стала тем китом, на котором зиждется современное образование, как бы громко это ни звучало. Наверное, дети – это тот притягательный орган, что ли. Это то притяжение, которое меня всегда влечет. И их искренность, их непосредственность – это то, в чем я нахожу свое истинное удовлетворение. Каждое первое сентября ее жизнь начинает новый виток. И я вам скажу, не так много учителей, как она, запоминается на все оставшиеся годы. Я счастлива.